Новое видео выходит каждый день в 20.00 Если вы хоть раз заходили на мониторинг сампа, не какого-то отдельного сервера, а целого мультиплеера, то могли видеть, как 60 тысяч человек в марте 2017 года превращаются в 30 тысяч человек в марте уже следующего года. И многие задаются вопросом, мол, а почему так происходит? Почему самп-то умирает? Почему всё так плохо-то у нас? Неужели мы ничего не можем сделать для того, чтобы всё было, ну, как раньше? Чтобы играло по 60 тысяч человек? А если не можем, то почему? И вы знаете, этим роликом я призван рассказать вам, в чём же проблема такого огромнейшего спада онлайна в GTA Sampe. Но вот почему? Почему вот так вот случилось? Ведь вы, ваш брат, ваша сводная сестра играют в самп, допустим, там на какой-нибудь Аризоне, или на Тринте, или там на каком-нибудь Сампорпе, или ещё на каких-то серверах, а онлайн-то незамедлительно падает с каждым днём. Почему же так происходит? И кто же в этом вообще виноват? Итак, давайте вернёмся немножечко в историю. Вот, вы знаете, вот, когда был выпущен GTA Sam, вот давайте я вам дам несколько секунд, вы такие, типа, зайдёте в комментарии, напишите, и многое другое. Давайте дам. А, не, не, не буду. Так вот, если вы успели написать, а если и не успели написать, то я вам так или иначе всё равно это скажу. Сам был создан в 2006, по-моему, году, или в 2005 году. Бля, как же так можно было обосраться, долбоёб? Пиздец. Пиздец. В 2006 году, я всё правильно сказал, 10 мая 2006 года, он был создан. И давайте вот в математике подсчитаем, сколько он уже существует. Около 12-13 лет. И вы знаете, для некоторых онлайн-игр достаточно одного, ну максимум двух лет для того, чтобы их онлайн скатился. Там, допустим, из тысяч, из пяти, из десяти тысяч активных живых игроков онлайн вполне спокойно мог скатиться в какие-нибудь, там, я не знаю, ну допустим, 100, 200, 500 максимум по выходным человек. И почему же вот так всё происходит? Давайте начнём с того, что самп это вообще игра без смысла, без особого, сука, смысла. У вас нету вот какой-то цели, кроме того, как заработать себе на дом, на машину и на бизнес. Но это всё нарабатывается, ну максимум за год, там, возможно, два. Это я не знаю, как нужно играть, чтобы за один год не накопить себе на всё то, что ты хотел. Каким образом вообще? Так или иначе. Бывают ещё такие случаи, когда ты просто подходишь к человеку, а он тебе уже деньги даёт. Это может произойти как в первую секунду вашей игры, так и после, я не знаю, нескольких проведённых месяцов на проекте. Но это не главное. Это так или иначе не главное. Вот вы знаете, наши дорогие GTA-самп-ютуберы и наши дорогие GTA-самп-журналы любят проводить всякие пранки, разнообразные эксперименты. Ну, этакие Эдвард Биллы с самповского времени, с самповского поколения, да и всего-всего прочего. И если вы мало ли не знаете такие вот самые масштабные пранки, которые как раз-таки и подкосили онлайн-сампа под вот эту вот отметку в 30 тысяч человек, то я вам сейчас так вот, знаете, быстро, мелько напомню. Вот просто я вам буду говорить имена, а вы уж сами там додумываете, что вообще происходило. Давайте начнём по порядку. Лайф-самп, Владислав Павлов, Марас Шакур, Бурбон, да и в целом многие-многие другие люди, которые так или иначе участвовали в акции Джимми, которые так или иначе говорили, что уйдут с сервера на какой-то другой сервер, да и другое вообще, многое другое. Ведь этим долбоёбам абсолютно похуй на то, что игроки-сампы это, ну, зачастую свои дети, там, средний возраст, где-то около, там, я не знаю, 13, дай бог, 14 лет, и что они во всё очень активно, сука, верят. И если ты им, блять, завтра скажешь, что, сука, Аризона рулиплей закрываются, они, сука, продадут в ту же секунду всё своё имущество барыгам для того, чтобы хоть что-то с этого выжить. А тут такая огласка была, такая огласка всех вот этих вот требований, ну, вернее, не требований, а того, что произойдёт с сампом. И вы думаете, что, ну, серьёзно, никто не продал, никто, блять, бы не продал. Я не знаю, я вот, уже, наверное, можно об этом говорить, я пообщался с Камейсоном насчёт всего этого, как-то, так, разговор у нас сложился, и в целом-то он сказал, что, ну, по-настоящему люди вообще не ушли, ну, только, возможно, какие-то, я не знаю, единицы ушли. Ну, как же, блять, единицы, если можно пронаблюдать этакий резкий, сука, спад онлайна. Сука, вот прям, действительно, был вот такой онлайн, а стал, сука, вот прям, минимальный онлайн, ну, вот, который только мог быть видно очевидные просадки. Да, возможно, это можно склонить на то, что там учёба какая-нибудь началась, блять, и ещё какие-нибудь штуки. Ну, вы серьёзно? Вы чё, серьёзно, блять? Ну, так или... Ну, ладно, всё равно же это просадки по онлайну огромнейшие. И вот вы знаете, чем больше будет разнообразных GTA-самп-ютуберов, которые очень сильно любят вот так вот шутить, вот так вот пранковать, чем больше будет разнообразных, там, я не знаю, пабликов, вот этих вот новостных, которые, блять, тоже любят нихуёво пранковать при помощи тех самых GTA-самп-ютуберов. То есть, блять, это просто охуеть. Это просто, сука, пиздец. Это, блять, реально охуеть, я про... У меня нет слов, блять. У меня нет слов. То есть, блять, сами же ютуберы сами способствуют тому, чтобы этот самый GTA-самп умирал. Да, возможно бы без ютуберов уже без какого-то вложения средств во все вот эти вот, знаете, видеоролики всех ютуберов, возможно бы уже вся эта сфера, вся вот эта вот индустрия, она бы умерла так или иначе. Но, блять, ну это ж пиздец, чуваки, ну вы чё, блять? Но я не знаю, я просто, сука, не знаю вообще, как по-другому обо всём этом можно отозваться. Я, блять, ну в самом деле, не понимаю, нахуя так делать, нахуя? И несмотря на всё это, многие, многие люди, которые точно так же плачут по онлайну сампа, что ой, онлайн сампа скатывается, онлайн сампа там ещё что-то, ещё что-то, они точно так же защищают Владислава Павлова. Красавцы, красавцы, вот просто, блять, задел поп-фильтры только что, пиздец. Блять, да ёб твою мать, ну можно поставить её, вот этот круг ебланский, блять, никогда не покупайте поп-фильтры, которые такие круглые, это просто какой-то пиздец, блять. А вот просто они плачут из-за того, что теряется онлайн сампа, то что из сампа, блять, уходят люди и всё так же говорят, нет, Владислав Павлов не виноват, Бурбон не виноват, Лайфсамп вообще очень классный журнал, который, сука, банит за маты у себя в комментариях. За мат, сука, вас Лайфсамп забанит за мат в комментариях. И я, блять, не знаю, какими нужно быть уёбками, какими нужно быть уебанными, чтобы такую хуйню, в принципе, блять, делать. Ну вы чё, блять, вы чё, сука, я просто не понимаю, вы серьёзно, блять. Вы просто вот серьёзно обо всём этом рассказываете, я не знаю, блять. Я просто не знаю. И вот по-любому под этим видеороликом будут люди, которые точно так же скажут, что Владислав Павлов не виноват, блять, ты чё, ебать, ты чё нахуй? На Владика, Владик вообще классный, сливы админок, сперма, 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 сливы админок, сперма, блять. Я просто, я не знаю. То есть под тем же видеороликом, вот под моим на основном канале, когда он ещё, знаете, был более-менее жив, когда на нём более-менее собирались просмотры, там даже ответил, вот я не знаю, то ли редактор, то ли вот админ, то ли создатель вот этого самого Лайфсампа, и сказал, что да, мы каждый год проводили вот эту вот хуйню, и только сейчас ушли, то есть люди, получается. Я не знаю, как вы могли каждый год проводить вот этот свой прикол, блять, что никто о нём не знал, а тут, блять, вот такая огласка громаднейшая была. Я никогда этого не забуду. Лайфсамп это самый хуёвейший журнал из всех журналов ГТА Самп. Если вы читаете Лайфсамп, пожалуйста, я вас умоляю, пожалуйста, вскройте себе вены, спрыгните с крыши, блять, пожалуйста, сделайте хоть что-то, вы безнадёжны, вы абсолютно безнадёжный мудак, вы просто долбоёб, блять, я не знаю, ну просто, ну человек, он просто долбоёб, ну просто, блять, долбоёб, я не знаю. Я не знаю, как по-другому можно вот всё это делать, я не знаю, что с вами, сука, не так, что, блять, кто вас, сука, породил, блять, уйдите нахуй отсюда, я просто, я не знаю, блять, вот, я, у меня нет слов, чуваки, у меня, блять, нет слов. Вот просто, я не знаю, жаловаться на то, что онлайн в Сампе упал, и говорить, что нет, Владик не виноват, Бурбон не виноват, Лайфсамп не виноват, всё то, что у нас заебись в Сампе, всё хорошо, это ты, тупой, токсичный, блять, бузатёр, который постоянно, вот, ищет хайпа, потому что по-другому, сука, не смог набрать своих подписчиков, ебать я вас прочитал всех, долбоёбы, ебаные, ну вот, знаете, в чём проблема? Знаете, в чём проблема? Вот, правда в том, правда в том, сука, что это единственный аргумент, который у вас есть, ну ты, блять, не набрал аудиторию, ты не набрал просмотр, именно поэтому ты стал засирать и хейтить всё и вся. Бля, вы серьёзно, вы просто вот серьёзно обо всём этом говорите, ну на полном серьёзе, чуваки, это, это не то, чтобы не смешно даже, это уже даже не актуально, блять, это не актуально, понимаете, людям во все времена были интересны конфликты, скандалы, сплетни, и если вы такую очевидную вещь человеческого бытия отрицаете, то вы отрицаете, блять, человека в принципе, вы отрицаете своё существование, вы отрицаете ещё что-то, блять, потому что я не знаю, я просто, блять, не знаю, но вы можете сказать, что я уподобляюсь вот мнению большинства, мол, делаю конфликты и многое другое, но вы знаете, мне кажется, намного лучше уподобляться мнению большинства, высказывая своё мнение, чем уподобляться мнению большинства, снимая какой-то вот этот детский развлекательный контент, блять, из-за которого ещё люди и сам поуходят. Всё спасибо за просмотр данного видеоролика, антихайп. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!